Киевская «Динамо» провела день открытых дверей в детской школе имени Валерия Лобановского. Родители будущих футболистов смогли побывать на тренировке и проинспектировать ремонт одного из корпусов футбольной академии. Кто из легенд столичного клуба посетил это мероприятие, узнаем от Богдана Вербицкого. Здесь был какой-то макет, по-моему, и здесь мы садились, масло нам давал установку. Легенда киевского «Динамо» Владимир Мунтян вспоминает подготовку команды к игре. Рассказывает, сейчас 70-летнее здание узнать трудно, но комнату, в которой жил, помнит. Разрешите, пожалуйста, посмотреть, где я жил. Режим нарушали только, честно говоря. Еще как. Лишнее могли выпить воды, лишнее покушать, поздно лечь спать или рано встать. Вот это нарушение режима. Уютные комнаты, кондиционеры и современные тактические классы. Самый старый корпус футбольной школы отремонтировали всего за полгода. Есть в нем и поистине сакральные места для болельщиков столичного клуба. В этой комнате Валерий Васильевич Лобановский жил. Ему не нужны были особые какие-то комнаты. Он вызывал сюда ребят и выиграл, для нашей страны выиграл первый кубок кубков. Когда на базе мы открыли, нашу новую базу открыли, то Валерий Васильевич говорю, кому хоромы такие нужны? Значит, это не пойдет. Кому они нужны? Как мне здесь с ними разговаривать? Ремонт здания был необходим. В футбольную школу «Динамо» пришло новое пополнение. Это и было вызвано необходимостью, прежде всего, расширить количество занимающихся в футбольной школе «Динамо». Прежде всего, иногородних футболистов, потому что мы провели раннюю селекцию. И в этом мы должны по программе «Академии» работать 2006 год, чего раньше не было. По новой программе тренируется и Максим. Отремонтированный корпус станет для него вторым домом. Первый, родительский, далеко от базы «Динамо». Я из Новгорода, Волуинска, это Житомирская область. Юный футболист признается, переживает перед каждой игрой, боится подвести родителей. Иногда не вдавалось еще что-то сделать, то я сказал родителям, что я могу набагато краще. Новый корпус школы – инвестиция в будущее гранда украинского футбола. Я ни минуты не сомневаюсь, что будущее украинского футбола за этими пацанами. Задача, если один-два человека заиграют, то будет супер. Но я думаю, что детям будет там очень удобно и комфортно жить и тренироваться. И самое главное, их родители не будут за них переживать. Всего в детской школе имени Валерия Лобановского тренируется 450 детей. Живут и обучаются будущие «Динамовцы» бесплатно. Богдан Вербицкий, Максим Чеблин. Подробности – телеканал «Интер». И до следующего в детской школе рядом. Живут ли пацан,